Добро пожаловать в Объединенный Школьный Округ Ньюпорт-Месса. Мы рады видеть вас в составе нашей большой школьной семьи, где, как мы надеемся, ваш ребенок получит от нас все, что необходимо для его академического и личностного развития. Мы надеемся, что это видео поможет вам получить всю необходимую информацию о подготовительной и основной программе начального класса, а также информацию о регистрации на 2024-2025 учебный год. Прежде чем мы приступим к изложению основной части нашей презентации, позвольте уточнить термин «kindergarten». Буквальный перевод этого немецкого слова значит «детский сад». Однако детским садом в понимании российской системы образования, например, он не является. Это скорее начальный класс или нулевой класс начальной школы. Поэтому в дальнейшем мы будем называть его начальным классом или подготовительным начальным классом. Выбор начального обучения в школьном округе Ньюпорт-Месса на 2024-2025 учебный год. Дети, которым исполнилось 5 лет до или включительно 1 сентября 2024 года, могут начать обучение в начальном классе «kindergarten». Дети, достигшие 5-летнего возраста в промежутке между 2 сентября 2024 года и 2 июля 2025 года, могут записаться на подготовительный начальный класс «transitional kindergarten» или посещать одну из наших дошкольных программ, учащиеся которым исполнится 5 лет после 2 июня 2025 года, могут записаться в одну из групп детского сада округа. Для поступления в школу образовательного округа Ньюпорт-Месса родителям или опекунам ребенка необходимо проживать по адресу, находящимся в границах данного округа. Чтобы убедиться, что ваш адрес находится в границах школьного округа Ньюпорт-Месса, зайдите на нашу интернет-страничку в рубрике «School Locator». Учащие, зарегистрированные в нашей программе начальной школы, будут зачислены в школу. Обращаем ваше внимание на то, что места в некоторых школах ограничены. Вполне возможно, что вашему ребенку будет предложено пойти в другую школу, где еще есть свободные места. Документы, необходимые для поступления в школу. Прежде чем начать процедуру регистрации ученика, убедитесь, что у вас есть в наличии следующие документы. Документы, подтверждающие возраст учащегося. Это может быть свидетельство или запись о рождении, а также паспорт. Карта вакцинации или копия последних сведений об иммунизации. Документы, подтверждающие личность родителя или опекуна, желательно с фотографией. Подтверждение адреса в границах округа. Результаты медкомиссии и тест на туберкулез. Если у вашего студента есть индивидуальный план обучения, принесите копию плана или форму 504. Копии документов о попечении, опекунстве или запретительном судебном приказе, если такие, конечно, имеются в наличии. Документы, подтверждающие ваше место жительства. По крайней мере, один из перечисленных ниже документов вам нужно иметь. Копия договора в аппиотеке с указанием текущего адреса родителя или опекуна. Договор об аренде жилья с указанием адреса родителя или опекуна, включая адрес физического или юридического лица, владеющего или управляющего этой собственностью. И, по крайней мере, два документа из следующего списка. Копия об уплате налогов на собственность. Копия налоговой декларации. Текущие коммунальные платежи на электричество, воду или газ, оплаченные в течение последних 90 дней. Как подтверждение вашего места жительства, также могут служить счета, например, за интернет или за доступ к Wi-Fi. При отсутствии хотя бы одного из документов, указанных выше, мы также принимаем к рассмотрению следующие документы. Выписка из банковского счета при условии удаления и неразглашения номера вашего счета. Текущая квитанция о зарплате. Форма почтовой службы США о смене или подтверждении адреса. Подтверждение вашего адреса. Продолжение. Справка о съеме жилья в случае, если вы снимаете комнату, и два документа из списка ниже. Регистрация транспортного средства в Департаменте транспорта штата Калифорния. Свидетельство о страховании вашего автомобиля. Квитанция о текущей зарплате. Банковская выписка. Форму справки о съеме жилья можно найти на сайте нашего округа. Дополнительная информация для записи вашего ребенка в школу. Домашний и рабочий телефон родителя и опекуна с указанием почтового адреса для корреспонденции. Вам, возможно, придется получать какие-то письма от школы, например, результаты тестов, оценки вашего ребенка. Поэтому желательно указать адрес, по которому вы можете получать письма. Имена и телефоны доверенных лиц для связи при чрезвычайных ситуациях. Например, что-то случилось с ребенком, и школа никак не может связаться с вами. Вы можете дать телефоны и имена ваших близких или друзей, которые, соответственно, могут с вами связаться или принять решение по поводу вашего ребенка. Имя и телефон врача или семейного доктора. А также нужна информация о здоровье и диетических ограничениях ребенка, а также список медикаментов, которые он или она принимает. Регистрация на сайте ARIES. Зарегистрировать новую учащуюся по интернету можно на сайте enrollment.nmusd.us forward slash enrollment. Для регистрации по интернету вам необходимо иметь адрес электронной почты. Если у вас его нет, обязательно создайте его до начала процесса регистрации. Это можно сделать на многочисленных сайтах, как Google Mail, Yahoo Mail и прочие бесплатные сервисы. Подготовительная программа начального класса образовательного округа Ньюпорт-Месса. Одна из главных задач нашей школы – основательно подготовить вашего ребенка к успешному дальнейшему пути к знаниям. Наша подготовительная программа для начального образования ставит своей целью следующие задачи. Готовность к школе – подготовительная программа начального класса ставит своей задачей подготовку учащихся к академическим и социальным запросам начальной школы. Приоритетом программы являются наиболее важные навыки, включающие в себя занятия языком, понимание начальных принципов математики и развитие моторики. Развитие навыков общения – наша подготовительная программа фокусируется на социальном и эмоциональном развитии учащихся, где они окружены заботой и вниманием в спокойной и безопасной атмосфере. Умение читать и писать – мы верим в то, что любовь к чтению лежит в основе академического успеха учащихся. Наша подготовительная программа начального класса – Kindergarten – специально разработана для приобщения детей к навыкам языка, знания алфавита, умения рифмовать и увеличения словарного запаса посредством различных игр и упражнений. Практические занятия – мы верим в то, что развитие детей направлено наиболее. Впрямую зависит от того, насколько они вовлечены в окружающий их мир. По этой причине наша программа фокусируется на практических занятиях, экспериментах и на проектах, развивающих у детей любознательность и критическое мышление. Ну и, наконец, плавный, постепенный переход к начальному образованию. Самой главной задачей подготовительной программы начального класса – Kindergarten – является успешный переход к учебе в начальной школе. По окончанию программы ваш ребенок должен иметь все необходимые навыки для успешного продолжения образования на следующих этапах начального образования. Так выглядит один день из жизни подготовительного класса. Учимся читать. Подготовительный класс – это возможность познакомиться с книгами и познать радость чтения. Работа в маленьких группах. Маленькие группы подготовительного класса играют важную роль в создании атмосферы взаимопонимания и поддержки, навыков общения и общего развития. Маленькие группы позволяют учителю фокусироваться на индивидуальных особенностях учащихся. Дети собираются в кружки. Когда дети собираются в кружок, они поют, слушают рассказы, обсуждают темы дня и участвуют в коллективных занятиях. Мы познаем мир. Практические занятия поддерживают в детях неподдельный интерес к учебе и знаниям. Или учимся через игры. Игровая форма обучения не значит, что дети все время проводят в играх и развлечениях. Такая форма обучения развивает мыслительные, эмоциональные и физические навыки учащихся. И в то же время подготавливает их к начальному и последующему образованию. Игра на свежем воздухе. В подготовительном классе учителя устраивают игровые, спортивные и танцевальные занятия как в классе, так и на свежем воздухе, предназначенные для развития общей моторики учеников. Для иных учащихся очень важно научиться управлять своим телом и движениями, чтобы в последующем успешно писать и взаимодействовать с физическими объектами. Задача программы начального класса – повышение общего развития школьников на основе глубокой академической подготовки в сочетании с разнообразными дополнительными занятиями. В начальном классе развитие учащихся происходит сразу в нескольких областях знаний. Развитие языка и умение читать и писать. Включает в себя навыки восприятия языка и умение излагать мысли посредством занятий речью, чтением, письмом и аудированием. Умение читать и писать является самой главной задачей начального класса, так как это один из самых главных навыков человека. Развитие умственных способностей является чрезвычайно важной задачей начального класса, позволяющей учащимся понимать основные принципы математики, такие как счет, распознавание чисел и номеров, а также знание арифметики. Эти занятия помогают учащимся решать задачи и мыслить критически, а также прививают у детей любовь к учебному процессу и любознательность. Физическое развитие состоит, как правило, из двух частей. Мелкое – движение кисти рук и пальцев, и общая моторика – движение рук и ног. Развитие навыков общения является одним из главных элементов развития учащегося начального класса. Эти навыки помогают детям общаться и работать вместе со своими одноклассниками, участвовать в совместных мероприятиях, заводить друзей и решать конфликтные ситуации. И, наконец, эмоциональное развитие учащихся, которое позволяет детям разбираться в собственных чувствах и в чувствах других детей. Учителя помогают ученикам понимать собственные эмоции, уметь говорить о них, выражать собственные чувства и проявлять сочувствие к окружающим. Ученики также учатся самоконтролю своих эмоций и поведения. Один день из жизни начального класса. Обучение происходит по принципу четких задач, инструкций под руководством учителя и заданий для небольших групп. У учащихся поощряется любознательность. В начальном классе дети учатся читать и писать, но мы прекрасно осознаем, что хорошее образование этим не ограничивается. Наши школьники познают и другие предметы – естествознание, музыку и физкультуру. И, наконец, важные даты, которые следует запомнить. Запись на 2024-2025 учебный год начинается 29 января 2024 года. Первый день школы начинается 19 августа 2024 года. Информацию по датам ориентации для подготовительного начального класса Transitional Kindergarten и ориентации для начального класса Kindergarten, а также даты регистрации на 2024-2025 учебный год можно найти на интернет-страничке школьного округа Ньюпорт-Месса. Ну, если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в офис школы. С нетерпением ждем вас в новом 2024-2025 учебном году. Спасибо за внимание!